Около 8 вечера 8 декабря подразделения азербайджанской армии открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении села Неркинханд. Как сообщает Прослужба Минобороны Армении, с армянской стороны потерь нет. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за мваль-сентябрь текущего года увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года примерно на 80%. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Также состоялась встреча премьер-министра Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха остается главной проблемой региона. К сожалению, мы также наблюдаем рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, сказал он во время встречи. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджива ответил на заявление секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о том, что в Вашингтоне достигнута договоренности о создании международного механизма, чтобы Карабах и Азербайджан обсудили права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу было достигнуто соглашение. Азербайджан не намерен обсуждать этот вопрос ни с Арменией, ни с другими государствами и организациями, отметил он. Тойвак Лаар из Еревана отправляется в Стамбул. Об этом специальный представитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии сообщил в своем микроблоге в Твиттер. Он не уточнил, какие именно встречи у него будут в Турции. Делегация во главе с генсекретарем Министерства обороны Армении Гамлетом Батыкяна в Брюсселе приняла участие в международной конференции НАТО. Батыкян провел двусторонние встречи с руководством программы формирования допропорядочности НАТО. Достигнута договоренность об активизации совместных программ, утвержден список мероприятий на следующий год. Омбудсмен Армении Кристина Григоря в Вашингтоне встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Каррой Макдональд. Она представила последствия последней азербайджанской агрессии. Макдональд подтвердила, что правительство США продолжает работать над гуманитарными вопросами. Стороны договорились продолжить сотрудничество. Омбудсмен встретилась также с помощником замгоссекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Джанни Уинн и представителями бюро. В госдепе она представила последствия агрессии Азербайджана и отметила, по каким вопросам Омбудсмен ожидает содействия. Уинн поблагодарила за подробную информацию и выразила готовность работать в направлении удовлетворения указанных потребностей. ЕС пополнит фонд военной помощи украине на 2,1 миллиард долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Министры иностранных дел ЕС примут решение о пополнении фонда на встрече в Брюсселе, которое состоится 12 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова